Здравствуйте, это программа «Знающие люди» и мы сегодня поговорим о теме очень актуальной, нас потряхивает в последнее время весьма часто, и землетрясение стало такой очень популярной темой, обсуждаемой среди людей. А вот как жилой фонд города Иркутска и Иркутской области переживает вот эти вот потрясения, мы сегодня поговорим со знающими людьми, представляем гостей нашего выпуска. Денис Воронов, руководитель общественной организации «Регенерация города», выпускник Байкальского государственного университета по экономической и юридической специальностям, возглавлял службу государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области. Сергей Астафьев, доктор экономических наук, профессор, директор проектного офиса Байкальского государственного университета, председатель общественного совета при фонде капитального ремонта Иркутской области. Сергей Александрович, Денис Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос. Вот исследовали ли вы, узнавали ли вы, имеете ли вы информацию, насколько за вот эти последние потрясения жилой фонд в Иркутской области пострадал? Вот, Денис Александрович, с вас, наверное, начнем. У нас управляющие компании постоянно наблюдают за этим, да, и сигналы приходят по отдельным домам. Просто то, что раньше не замечали граждане, оно начинает проявляться, разрушаться. Трещины, на которые граждане раньше и могли внимания не обращать, они сейчас расходятся. Граждане сами уже напуганные потрясениями, начинают сами смотреть, сами выставляют маячки, смотрят. Ну, есть, конечно, критические ситуации, как в Усолье, например, ну, совсем начали рассыпаться дома. И в ВАИУ на общежитии там просто начала панель выпадать целиком. Ну, такие критические случаи. Сергей Викторович, у меня к вам вопрос. Вот скажите, эти, так скажем, основная масса зданий, вот какие наиболее подвержены? Ну, что это, царского, советского периода, новостройки, какие дома, вот они самые такие, для землетрясения любимые? Любимая, любимая вещь хорошая. Но я думаю, что царские и деревянные, вот те, у которых метровые стены, они, конечно, простоят, и, может быть, динозавров переживут, которые, может быть, после потопа опять появятся. Дело в том, что вот как раз в советский период, те 60-е, 70-е годы, бурное развитие массовой застройки, когда вот людей переселяли из разных коммуналок и так далее, нужно были быстрые темпы, быстро возводимых зданий. Вот тогда появилась практика панельного строительства. Очень удобно, на самом деле, на заводах сделали панели, быстренько, как конструктор смонтировали. Но вот проблемы возникают в этом смысле и с монтажом панелей на строительстве, и с использованием бетона, которые, они разные технологии были. И вот как раз уже опыт Иркутской области, в частности, показывает, что вот то, о чем сейчас Денис Александрович говорил, там, расслоениях и прочее, прочее, вот они возникают, визуальных видно, именно на домах 60-х, 70-х годов постройки, так называемой хрущевки. Это дома 335-й серии. Вот они. Вот, кстати, Денис Александрович, вы последовательно, у вас даже общественная организация, которую вы возглавляете, регенерация города, она последовательно выступает против вот этих домов 335-й серии. Вот чем эта серия вам не угодила, расскажите. Не только сама серия, просто конструкция, которая использована в этой серии, она показала себя очень нехорошо. И все понятно, когда строили эту серию, была задача построить быстро и очень экономно. Начали добавлять газозолу, газозолобетон. Газозолобетон, материал облегченный, достаточно удешленный. И там на масштабе достигались просто невиданные себестоимости, низкие себестоимости строительства и высочайшая скорость возведения. Но уже через 10-15 лет начинают проявляться дефекты этой конструкции, она начинает разрушаться. 335-я серия просто потому, что она наиболее массовая оказалась в Иркутской области. На самом деле многие регионы, как Москва, Петербург, они от этих серий уже избавились. Они их давно уже потихоньку, начиная с 88-го года, уже снесли. В Иркутске другая ситуация по деньгам, другая ситуация с отношением граждан. Пока что ее не сносят. Но за последние, например, годы, за последние два года, фонд капремонтов обследовал только 140 домов из этой серии. А их у нас около тысячи. И на этих 140 домах, во всех ситуациях показывает неудовлетворительность. Ну вот какой процент, по-вашему, из обследованных хотя бы домов, сколько из них вызывают сомнения, опасения? Я могу сказать обратное. Сейчас мы начнем спорить. На самом деле из того, что обследовано, эти 140 домов, их там 139 домов, 32 дома признаны работоспособными. Просто вот априори абсолютно работоспособные. Все, как бы это нормальные дома из 140. То есть 30 домов из 140. Все остальное можно посчитать и аварийными, и ограниченно работоспособными. То есть формулировок может быть множество, но смысл в их всех будет ставиться к тому, что в этом доме есть некоторые дефекты, изъяны. И дальше этот дом нужно либо реконструировать, в любом случае нужно постоянно обследовать, постоянно с ним наблюдать, мониторить и дополнительная нагрузка. Ну и естественно, когда придет время капремонта этого дома, потребуются совсем другие деньги. Не те, которые сегодня платят граждане там 6-7 рублей на квадрат, а там потребуются существенно большие деньги на капремонт этих домов. Капремонт, наверное, я добавлю. Пудер, пожалуйста, вы хотели и поспорить, я вам полную возможность такую предоставляю. Дело в том, что как раз, поскольку я еще представитель общественного совета фонда капремонта, и у нас постоянно проходят заседания, и мы выслушиваем мнение и о диагностике домов и так далее, то есть у меня противоположная позиция, что когда фонд говорит, что порядка примерно 20% домов, так, у них там разные терминологии, ну пускай неработоспособные, то есть Денис Александрович настаивает, что все, что остальное, это все плохо, а мне все-таки больше нравятся цифры 20% неработоспособны, что означает, что примерно 20% при всех прочих равных условиях, дальнейших действиях, их можно будет довести до состояния и признать аварийными. Остальные, с точки зрения капремонта, по идее, должны будут подвергаться именно капитальному ремонту. И вот теперь о деньгах, о которых Денис Александрович сказал. То есть одно дело отремонтировать, ну, стандартный дом, вот допустим, мы в Ангарске были, да, то есть фотографии, у которого половина стен, вернее так, нестандартный дом, у которого пол стены берет, просто отваливается. Сумма денег уже по опыту ремонта таких фасадов, торцов, вот в Новоленино много таких торцов отремонтировано, ну, то есть один торец может стоить там разные, там, допустим, может 4-5 миллионов стоить, дом за 30 лет соберет 4-5 миллионов, и один торец стоит 4-5 миллионов, поэтому все, что вот другое, помимо 20%, которые, по идее, признать аварийными, их, да, можно ремонтировать, но цена вопроса крайне высока, и за счет жителей, это многие дома, которые работоспособны, ограничены работоспособны, просто невозможно будет это сделать за счет жителей, такая вот история. Здесь я, конечно, могу поправить, Александр, опять же, что эти 20% домов, про которые вы говорите, их нужно было признать аварийными уже давно, и де-факто они сегодня непригодны для проживания, и фактически это такие локальные ЧАЭС на каждом доме, то есть нужно на этом доме устанавливать отдельные пункты мониторинга, но даже 20 домов, то есть если посчитаем, что каждый дом, 20% если каждый дом в среднем 5000 квадратов, 4-5000 квадратов жилья, это получается уже очень-очень-очень-очень. А 4 миллионов примерно площади Хрущевок в области, примерно 4 миллиона? Сергей Александрович, ну один, то есть вот 8, вот сегодня в Иркутской области признано непригодными, только за прошлый год признано непригодным 8 домов этой типологии, 8. Хомутово, Усолье, Зима, Ангарск, 8 домов, расселение этих 8 домов, стоимость их расселения, это примерно миллиард, чуть-чуть меньше миллиарда. Если мы говорим о 20% от имеющегося жилого фонда в этой серии... Лучше цифру не называть, но то бишь никакому жителю, никакому областному даже бюджету не под силом, а одним реализовать данную программу масштабную. Мы, знаете, к экономике еще подробнее обязательно подойдем, тем более, ну, здесь вы как раз люди знающие. У меня вопрос, я хочу вернуться, вот то, о чем Денис Александрович начал говорить, вот этот материал, когда дешево, быстро, как говорится, дешево и сердито. Вот золо-бетон. Пришло время материала. Золо-бетон, да. Что это за материал? Газа-золо-бетон. Вот расскажите, Сергей Александрович, о нем, что это за материал? У меня еще есть маленький кусочек, буквально позавчера взятый с общежития в Ивату, я его себе ставлю. Большой, я передам вам, просто не думайте, что он большой и тяжелый. Он не очень тяжелый. То есть, он такой большой и легкий, вот это и есть, то есть, пениный бетон, там, пустые поры заполнены воздухом. А арматура ржавенькая здесь, следы? Вот это дело, это не следы, это то, что осталось от арматуры. А, то есть, арматуры уже нет, она полностью скоррозировала, да. Останки, да, 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 получается. Вот в этом и есть проблема всей этой системы газозолобетона. То есть, почему идет расслоение наружного внутреннего слоя? Посередине, допустим, идет арматура, вот там вы ее видите, видите остатки. За годы эксплуатации он пористый, он влагу в себя впитывал, о чем Никита Александрович говорил. И вот как раз на общежитии в Ивату, то, что мы ездили, там это очевидно видно. То есть, отошедшие стены, вообще буквально завтра выпадающие, они произошли в душевых. То есть, по всем пяти этажам, в душевых видно, и фотографии тоже есть, где влажно, вот эти перепады, зима и прочее, прочее. Влага доходит до арматуры, арматура начинает ржаветь, прочность теряется, и слои внутренне и наружные друг от друга отстают, и наружный просто падает. Таких примеров масса. То есть, ну, фактически, наверное, хоть и нехорошо говорить о проектировщиках, но это было давно, кто-то спроектировал, но просто не подумали, что впоследствии вот такие могут... То есть, вот такой материал, может быть, для наших условий сибирских, с контрастными перепадами температуры, он неподходящий. И когда, ну, то есть, все сейчас спорят, сколько же лет, на сколько лет действительно должны были строить эти дома. Кто-то говорит 30 лет, кто-то там 60, кто-то говорит, да, нормальные дома, они 100, то есть, изначально. А вот как раз и непонятно, если 30 лет, ну, 40, 50, вот, показали, что это предел, дальше начинается разрушение, ну, то есть, по сути, это констатация факта. За счет влажности и прочее, прочее, 50 лет это предел для зданий. Хоть как-то вы про них говорите, что, может быть, они делались на 100 лет. Факт показывать нет. Нет, здесь можно просто несколько с другой стороны подойти. Когда эти дома запускали в серию, к ним сразу же писались инструкции, буквально инструкция по эксплуатации этих зданий. Поскольку для всей страны это было новинкой, и писались просто пошагово, как обследовать здесь, как через какие периоды и прочее, прочее. И там предполагалось, что какие работы выполняются раз в 5 лет, раз в 10 лет требовалось вскрывать все узлы. То есть, как бы, была цифра по выборке, то есть, там, 10% узлов по зданию вскрываем, осматриваем, делаем детальный осмотр узлов и выявляем какие-то дефекты. И дальше предоставлен набор дефектов, при которых, да, дальше выполняем ремонтные работы. А если такой набор дефектов проявился, вот типа того, что сейчас говорим, то прямо в инструкции, что райисполком, то и передается в райисполком для оценки дальнейшей эксплуатации здания. Все. И этот цикл, он предусмотрен для каждого, ну, как с машиной. Если вы не будете менять смазку, у вас очень быстро вся ходовая и все просто будет. Что-то мне подсказывает, что этот регламент не соблюдался. Конечно. А что интересного подсказывает? Верните камушек, пожалуйста. Нет, нет, конечно, не соблюдался, либо соблюдался с существенными отклонениями. Плюс еще у нас получился там переход от советского к постсоветскому периоду. Там пока не появились массовые управляющие компании, были существенные проблемы в эксплуатации зданий. То есть, как бы там эти парящие подъезды, открытые подвалы и так далее, и так далее. Все это тоже вложило свою... Денис Александрович, слушайте, мне к тепловизору придется перейти. Мы на той неделе ездили со студентами во 2-й Иркутск. Я, может быть, мало хожу по городу, но так случилось, что во 2-м Иркутске вообще практически первый раз. Парящие подъезды, парящие подвалы, вы не представляете. Мы 5-6 хрущевок обходили, ну, так посмотреть по теплопотере и все такое. Везде паря, вот просто из этих проушин порвали, там все заиндивело, кошмар. И та самая арматура рожевеет, и здание разрушается. То, о чем мы говорили, правильно? То есть остается и не в советское время, если у вас убедительство, и не в советское время эксплуатация, к сожалению, хромает. В приложении к нашей теме, нужно сказать, что для граждан, для собственников жилья это проявляется, ну, стена разрушается, да, какой-то, ну, есть дискомфорт. Ну, да, там в некоторых по ночам слышно, как камешки внутри стены падают, что-то осыпается. Ну, не очень приятно. Когда землетрясение, камешков больше осыпается, и ты не понимаешь, что там панель отпадает целиком, либо что-то еще. А для граждан это проявляется в том, что у них начинают промерзать стены. Почему тепловизор? Да, и мы в одном доме как раз нашли не просто там где-то сбоку, там подвалы, просто торцевая стена, просто посередине панель. Она снаружи заиндивелая, там прям глазом видно, беленькая, а на тепловизоре видно, что она красненькая с улицы. Ну, то бишь, что с ней происходит? Внутрь холод идет, наружу тепло, заиндивилось, опять она влажная. Ну, я не знаю, она может когда-нибудь просто возьмет и выпадет целиком. Это означает, что в ней сквозные трещины, что и большая потеря тепла. Целиком. Да-да-да, я понимаю. Но то есть она вся уже разрушена настолько, что в ней очень часто вот эта серия домов, и это и более поздних серий, у нас уже начали отрушаться дома более поздних серий, и это и другая серия, они имеют декоративное покрытие. То есть есть побеленные покрашенные снаружи, а есть те, которые в осколках плиточки, в крошки мраморные и так далее. Вот как раз на тех, где плитка и крошка, на них очень плохо видно дефекты. Их видно, когда они начинают совсем проявлять. То есть они есть, но их не видно. Я правильно понимаю. Мы их не видим, да. Ну, просто пример. Я знаете, чтобы тему вот с материалом вот этим газозолобетоном дожать, есть отличное видео, где вы, Денис Александрович, участвуете. Ну да. И пробуйте на прочность. Ну, как ютуберы говорят, смотреть до конца жесть. Решили проверить прочность бетона. Просто один кусок на другой бросаем, смотрим. Полтора метра. Полтора метра. Можно так еще дальше продолжать. Так, попробуем более маленький. Но только не промахнитесь. А, это можно легко делать. Если бы я был атлетом, я бы рукой разломил. У меня следующий вопрос. Вы попытались уйти от ответа, но мне он очень интересен. Это цена вопроса. Проблема понятна. Проблема, она очень большая. Ну вот, профессор, доктор экономических наук. Давайте попробуем посчитать. Вы назвали сумму квадратных метров жилья, ну вот общую, которые, ну, теоретически могут попадать вот под это жилье. Понятно, что были, была, например, в Москве программа реновации, очень глобальная, очень обсуждаемая, когда целыми кварталами сносили хрущевки и строили современные уже дома по современным требованиям. Я в начале 2000-х в Китае видел подобную картину, ну, может, там не хрущевки, там, молдсдуновки, может, или как-то по-другому. Я называю, да, тоже их сносили целыми кварталами. Ну, я просто, когда был в поездке, я наблюдал эту картину. Но что-то мне подсказывает, что вот бюджет Иркутской, Москвы, например, ну так, мягко говоря, не одинаковый. Вот, Сергей Александрович, к вам вопрос финансовый. Все-таки, первый, это во сколько же все-таки это обойдется, это очень интересно. И второе, ну, где деньги-то брать? Где деньги брать? А вы практически, хороший ведущий, практически сам ответил на свой вопрос. У Иркутска бюджет не Москвы, естественно, и области тоже бюджет. Тоже не Москвы, в всей области. Поэтому без соответствующего какого-то вхождения в программу по ликвидации сейсмо-нестойких зданий, то есть именно по разработке этой программы на региональном уровне, отстаивании этой программы в Москве. То есть не то, как вот сейчас, кстати, депутаты Государственной Думы уже перед Новым годом приняли закон, условно, о реновации, назовем его. Ну, он так и есть, да, о реновации. И при этом практически сразу говорят, что, ну, а денег-то не ждите, то есть это вам не Москва, вы сами там изыскиваете каким-то образом. Регион, застройщики, инвесторы должны все посчитать. Малую площадь снесли, большую построили. Ну, представляете, то есть для Иркутска, или даже давайте возьмем... Ну, пускай зиму. Давайте зиму. Уссолья даже. Даже уссолья. Я хочу взять зиму. Возьмем зиму. Почему? Хорошо снесли три аварийных хрущевки, ну, которые уже признаны. Чтобы экономически было целесообразно, в Москве нужно построить, ну, там они там 25-этаж какую-нибудь строят, площади строят там раза в 2,5 больше, чем снесли, и частичный инвестор все покрывает. Цена там тысяч, даже уже затрудняюсь, ну, допустим, 200 тысяч за квадратный метр рыночная, ну, так, какого-нибудь минимального возьмем, 150-200, а себестоимость, ну, пускай она примерно одинаковая, себестоимость строительства, что здесь, что там, ну, плюс-минус. Возьмем ее для Москвы 50 тысяч, так вот 50 тысяч себестоимость строительства квадратного метра, а 200 тысяч цена продажи, там можно строить выше площади, их продавать, спрос, потому что есть. Теперь возвращаемся к зиме. Снесли три дома, пускай это 10 тысяч квадратных метров. По логике Москвы, чтобы инвестору было интересно, он, допустим, должен построить 30 тысяч квадратных метров, ну, в три раза больше. Первая проблема, а нужны ли эти лишние 20 тысяч квадратных метров, есть ли место работы, ну, вообще, нужны ли они или не нужны. Иркутскую еще можно посмотреть, а вот пригородам, возможно, нет. Второе, построили по себестоимости, ну, допустим, 45 тысяч рублей, продали. В зиме по 40, ну, я так, утрированно. То есть, цена спроса на недвижимость там, скорее всего, меньше, чем себестоимость. Все, экономика закончилась. То есть, это закончилось обоснование того, что инвесторы, застройщики, иркутские, не могут на экономику, не смогут на экономику выйти этого вопроса. У региона денег тоже нет. Поэтому отстаивать программу, это надо бы сейчас Денису Александровичу передать слово, потому что он вот именно в этой системе отстаивания, отстаивать и вырабатывать именно какую-то свою программу сноса сейсма нестойких зданий. И вот только под страхом того, что землетрясение, люди погибнут, наверное, вот так вот можно будет получить федеральное финансирование. Другой сферы, схемы получения денег как-то я не вижу. По вашему совету передаем слово Денису Александру. Я знаю, что вы очень большую работу ведете, ну, как сейчас это говорят, GR, ну, то есть, взаимодействие с органами власти по части продвижения этого проекта. Вот я хочу узнать, кто сегодня с вами? Ну, то есть, вот снести 335-ю серию, построить современные дома, хотят два человека в Иркутской области, Остафьев и Воронов, или есть ли другие люди, которые поддерживают вашу идею? Какой интересный вопрос. Нет, я на самом деле думаю, что, не знаю, это с землетрясениями, либо нет, наверное, нет все-таки. Потому что Кобзев, как только появился в регионе, он сразу же, год назад, в январе прошлого года, сразу же пояснял, что вот 335-я серия, проблемы сейсмики, его сразу же заинтересовали, он сказал, что мы будем этой темой заниматься. Вновь новый состав правительства этим занят в полной мере, потому что трясет и потому что это условка губернатора была. Это, видимо, еще опыт работы в МЧС, что ЧС лучше предвидеть, чем потом разгребать завал и тоже повлиял на это решение. Прогнозные оценки местного ЧСа на случай разрушительного потрясения, вот именно касаясь жилья не сейсмостойка, они очень печальные. То есть, если в Ангарске такого жилья почти 30% от жилого фонда. В Иркутске доля такого жилья была также высокая, но в Иркутске активно велась стройка, и поэтому доля не сейсмостойкого жилья, она как-то снизилась, размылась. Но в Иркутске есть еще памятники, там 100 штук. Ладно, жилые. Что касается, ну Сергей Александрович тут мягко-мягко подвел к теме, такой глобальной, очень большой теме, про которую никто еще пока не знает. Про нее знают, но не говорят, потому что не знают, как к ней подойти. Собственно, многие города построены из этих материалов, по ускоренной программе, это называлось красиво, период индустриального освоения Сибири, все прекрасно. Это где-то 65-80-й год включительно. Там можно просто посмотреть, какой город возводился. Просто у нас Ангарск с нуля, Усолье разросся почти с нуля до 100-тысячника, зима и прочее. А сегодня в этих моногородах производств нет. И сегодня встает вопрос, что да, ваш город был построен как проект в рамках индустриального освоения Сибири. Сегодня этот проект де-факто закрыт. Что делать с городом? Вот и все. Поэтому это, конечно, вопрос федерального масштаба. Никакой регион этого никогда не сможет потянуть, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть закон о приватизации. В законе о приватизации есть отдельная статья о том, что до проведения первой приватизации жилого объекта, квартиры внутри жилого дома, должен быть проведен капитальный ремонт. Его должны привести в порядок и потом передать собственность. Это обязательство еще Советского Союза, которое на себя приняла Российская Федерация. Это было сто лет назад. Это было сто лет назад, про это стараются не вспоминать. Но это обязательство есть, и оно висит все-таки, оно где-то давлеет. И именно исходя из этого обязательства, в свое время возникла эта система капитальных ремонтов, софинансирование Федерации, при всей вертикализации бюджета, возникла система софинансирования Федерации на капремонт, на расселение аварийного жилья и так далее. И здесь тоже возможно только одно, то есть либо признание этих домов аварийными и расселение их в рамках аварийного жилья, либо создание отдельной программы, отдельной большой федеральной программы и расселение этих жилья как не сейсмостойкого. Ну потому что мы же не единственный регион, у нас таких регионов 25 штук, 27 по стране с высоким уровнем сейсмической опасности. Из них 15 это высочайший уровень, в том числе Иркутская область. Про нашу проблему все знают, все понимают, но здесь остается... А сколько денег, я просто забываю эту мизерную цифру по сейсмостойкому строительству нашей области, вы все время называете, в прошлом году было выделено целых... Последнее финансирование, последнее софинансирование Иркутской области, это было софинансирование реконструкции садика, по-забылу улицу в Свердловском районе, садик, там было софинансирование 10 миллионов. Если среди... Программа есть по сейсмостойким всяким делам, вот область целых 10 миллионов получила на это. Сколько, по вашей сумме, должна быть эта программа? Лет или денег? Денег. Можно посекундочку сказать? Во-первых, здесь вопрос сразу же по годам. Здесь не стоит пугать сразу же большой цифрой, потому что есть в Иркутской области порядка миллиона квадратов жилья такого жилого фонда. Но в Иркутской области сегодня индустриальное жилье, квартирное жилье в год строится от силы 400 тысяч квадратов. То есть, даже если все застройщики свои обязательства позабудут и займутся только этим, они смогут... Пробят в общественную организацию, которую вы возглавляете, и будут только сносить хрущевки и строить, заменять их на... То они на это потратят не менее, как мы понимаем, трех лет. Вот, не менее. Потому что сегодня это миллион квадратов жилья, это то жилье, которое существует, но в этом жилье сегодня есть квартирки по 20 квадратов, по 30 квадратов. То есть, есть разные, то есть, они не только с 30-35 серии, есть разное жилье, и уже оно переделано. Вот общежитие, которое уже упоминали сегодня, оно перестроено, переделано. Оно было нормальное общежитие, там сегодня есть квартирки по 10 квадратов. А 10 квадратов сегодня дать невозможно, нужно дать квартиру 33 квадрата, 35. Плюс половозрастной состав, ветераны, прочие инвалиды. И поэтому площадь, чтобы расселить миллион квадратов, нужно где-то миллион 200 квадратов построить. Поэтому три года. Это первое. Строй индустрии Иркутской области не готовы к решению таких масштабных задач. У нас просто нет, у нас нет такого количества заводов КПД, которые бы строили домокомплекты. Пусть они опять будут стоять 40-50 лет, эти дома, но их нужно построить быстро. Мы увиделись на Тулуне, что это все очень-очень сложно. Не всегда получается так, как задумано. Не всегда получается. Стоимость работы такой околоавральной. Если здесь у нас к себестоимости, Денис Александрович подтвердит, нет. То есть некая себестоимость строительства здесь в районе 42-45 стройка. А вот потом, что-то говорили, чуть ли не 80 тысяч. Ну потому что срочно, за срочно. Именно себестоимость получалась. Ну и здесь де-факто она гораздо больше, чем 40, но это понятно. И поэтому деньги, которые могут на это потребоваться, они будут размазаны по существу не в три года, а лет в 10. Просто нужно этим заниматься. Знаете, я хочу на точку зрения перейти, которую сейчас придерживаются федеральные органы власти. Что вы там в регионе сами придумаете. Где деньги брать? Поработайте с инвесторами, поработайте с застойщиками. Найдите какой-нибудь свежий взгляд. Вот можно ли это сделать? Я, может, с неожиданной стороны, не умаляя ваших заслуг, вполне может какой-нибудь молодой свежий ум придумать какой-нибудь интересный проект или выход из этой ситуации. И уже фактически стартовал очень интересный проект. Это зимний градостроительный университет, где вы, Денис Александрович, научный руководитель, где Сергей Александрович эксперт по экономике выступает. И он посвящен как раз обсуждаемой нами сегодня теме. Вот попрошу рассказать, что там будет обсуждаться. Какие проекты студенты, в том числе и Байкальского университета, и РНИТУ, других вузов могут предложить для решения обсуждаемой темы. И, профессор, вот ваше, так скажем, мнение, как студенты-экономисты Байкальского университета. Какая их там роль? Какая их роль? Что они могут предложить? Потому что я понимаю, что сейчас вот однозначного какого-то рецепта экономического решения вот этой вот проблемы этих домов, ну, его нет. Ну, вот, пожалуйста, вам слово. Спасибо за слово. Ну, скажем, необходимо сказать, что зимний градостроительный университет ИРНИТУ, технический университет, уже 22-й год проводится. То есть это будет 22-й год работы данного, скажем так, площадки специализированной. В основном на ней работают, участвуют не студенты. И вообще всегда из-за пандемии, до пандемии, это всегда участвовали иностранные молодые архитекторы. Но тут пандемия, границы закрыты и все такое. То есть сейчас сбор проходил российских участников со всей страны. И еще раз возвращаюсь к тому, что это молодые уже работающие архитекторы, проектировщики и так далее. То есть не студенты. При этом от Байкальского университета как раз мы предлагаем участие студентов, которые бы помогли, если совсем по-простому, на путь истинный наставить архитекторов, чтобы их рисунки не превратились просто в рисунки неосуществимые. Они, возможно, будут красивые. И, возможно, могу предположить, если бы не было экономистов, или если бы не было Дениса Александровича в качестве пилота, вот им приехали, показали площадку. Ну, допустим, на Валенина. Вот фотография есть на Валенина. 50 домов, хрущевок. Вроде как плохие. Они понимают московский опыт. Сносим все. Рисуем город-сад. Как Дом РФ там всякие стандарты сделал. Будет некий красивый микрорайон, который никогда не будет. Понимаете, его никогда не будет, потому что денег на полный снос 50 домов, из которых возвращаемся, возможно, 20 аварийных, там больше половины через капремонт, скорее всего, и скажут, вот эти в таком состоянии, по фонду капремонт их ремонтируйте, ну, процентов 20 в хорошем состоянии, и еще 100 лет простоят. Просто они могли делаться не из газа злобетона, а нормальный бетон с гравием там, и есть ли такие дома. Так вот, архитекторам надо будет подсказывать и со стороны экономистов, и со стороны пилота, эксперта, научного руководителя, что квартал в рисунке снести целиком никак нельзя, потому что денег на его строительство не дадут. Скорее всего, нужно будет договариваться, что какие-то дома примерно в той процентной логике, о которой я сейчас говорю, должны будут быть снесены. Наши студенты-экономисты примерно посчитают затраты на расселение вот этих снесенных домов, примерно какие-нибудь затраты, возможно, на ремонт остающихся домов, допустим, по тому же фонду капремонта, по статистике сложившейся. А вот в пустых местах архитекторам, приехавшим из разных городов, придется как раз врисовывать нечто, встраивать новые объекты, где-то пробивать, а может быть и вообще ничего. То есть снесли дом на рисунке, а построить уже по регламентам градостроительным, там уже ничего нельзя. Они изменились за эти годы, они закрывать будут, опять высотку не построишь, потому что инсоляция рядом стоящих зданий нарушится, там тогда придется сквер разбить. То есть вот такая вот история, и это все придется подсказывать экономистам для действующих архитекторов. И тогда действительно вся работа, я скажу, что, наверное, не в 10 лет, в идеале, может быть, даже в 20, то есть необходимо, разрабатывая программу региональную, а вот это будет опытная площадка, одна площадка, Новоленина, Постышева, две такие разительные, то есть одна немножко загородная, ну, скажем, на окраине, другая в центре города, экономика там будет разная, как раз на Постышева довольно, наверное, выгодно будет стараться построить нечто высотное и инвестору продать дороже, ну, потому что центр Новоленина не факт, там цена продажи может быть, ну, не может, она ниже, и, соответственно, экономика может не складываться. Да и вообще, с Новоленина моя такая позиция, конечно, там строят, рядом строят дома, но новые строящиеся дома на окраинах при работе только в центре, это все усиливает, усиливает пробки, которые вот в той части есть. Поэтому, может быть, архитекторы, а это на их уже усмотрение, они, может быть, наоборот, в идеале будут что-то сносить и не строят новое, а новое вместо этого увеличенной площади строить на Постышево. И вот экономистам двух площадок придется согласовывать, то есть сколько здесь, сколько здесь, по какой цене здесь, и смотреть баланс, какую часть продать можно будет и построить на Новоленина, какую часть продать и построить на Постышево. Довольно сложная работа. То есть вот эта проектная история за 22 года, которые университет зимний градостроительный в Верниту существует, я знаю, то есть я далеко-то не знаю, конечно, силу возраста своего, но один раз мы уже вот так экономически нас приглашали. По-моему, 17 или 18 год был, когда тоже потребовалось участие экономистов в каждой команде, чтобы экономисты своим экономическим взглядом архитекторов поправляли, что нельзя просто веселые картинки... Ближе к жизни, приземляли, приземляли. Я очень надеюсь, что работа сейчас, она в принципе, наверное, даже может дать уже силами проектировщиков-архитекторов понимание, а сколько времени потребуется, времени именно, чтобы они... Ягромуганта какой-нибудь изобразили, ну там же все равно стройка, вот это возвести, это снести. И, предположим, на Пустышево только 10 лет уйдет, предположим, на Наваленин только 10 лет уйдет, а остальные... То есть работа-то, знаете, не на 10 лет, на десятки лет, если честно. Это, Сергей Александрович, скромничает. На самом деле студенты-нархозы, студенты, молодые ученые, магистранты, они уже последние лет 6 занимаются тем, что обсчитывают вот подобные механизмы для... Правда, для меньшего масштаба, для поквартальной. Как можно поквартально заменять? То есть они считают экономику замещения жилья, экономику расселения, экономику нового соцкомбыта, утилизации, отдельная большая тема, куда это все девать. И поэтому здесь нархоз работает давно. Что касается молодых ученых, ну я предполагаю, что я буду их в это все-таки настраивать, что есть механизм, который появился в конце прошлого года, комплекс на развитие территорий. Когда берется некая территория городской администрации, вместе с областным правительством, говорится, что да, у нас на этой площадке стоит 5 домов ветхих, которые в нашем случае это не сейсмостойкие, 3 дома аварийных, плюс там у нас еще старый садик и так далее, все это очерчивается, рисуется красивая все-таки схема, и понятная, и доступная гражданам, и принимаемая гражданами этого населенного пункта схема, и начинается развитие этой площадки. Но механизм очень сырой, и здесь только у Москвы есть наработанный какой-то нормативно-правовой багаж, у всех остальных регионов ничего нет, даже украсть ни у кого, то есть из нормативки просто. Но такой механизм есть. Это, наверное, интересный такой проект, как пионеры проходить, его исследовать. Да, 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 с точки зрения экономики, но, пожалуйста, в прошлом году просто, видимо, ковид повлиял. Поменяли еще некоторые измещения в бюджетном кодексе. Есть такое понятие, появилось понятие межмуниципальных бюджетных трансфертов, когда один муниципалитет может выполнять какие-то финансовые нагрузки за другой муниципалитет. Например, Сергей Александрович помянул зиму. Хорошо. В зиме сегодня строить жилье как-то сложно, и непонятно зачем, потому что там нет производства вообще. Ну, то есть, извините, если упростить, то там можно эту пятиэтажку снести, а поселить их, например, в Иркутске. Ну, как вариант. Да, понятно, что при этом бюджет зимы потеряет налогооблагаемую базу какую-то от граждан, которые там раньше платили, пенсионеры, в том числе, платят налоги, что-то вносят в доходную базу города, но при этом часть доходной базы у зимы исчезает, но там остается прежнему нагрузка на содержание какой-то школы, садика, еще. Город Иркутск, например, или Ангарск. Там Ангарск ближе. Говорит, хорошо, не строите у себя дома в возмещении вот того утраченного жилого фонда. Давайте мы эти две пятиэтажки расселим у себя в Ангарске, мы построим для них жилье. За это мы с вами подписываем межбюджетное соглашение, мы вступаем с вами в часть софинансирования, просто считаем, что эти граждане принесут столько доходов в бюджет Ангарска, мы эту составляющую вам частично компенсируем, вы ей поддерживаете оставшиеся еще у вас детские садики, школы и так далее. Но это такой нормальный, чистый, экономический, сложный механизм, большая работа. У меня есть один вопрос, который я не могу не задать. Он не экономический, не строительный, ну можно сказать его психологическим, социальным, люди, вот это вариант, люди не хотят. Ну, людям очень сложно уезжать с места, которое привычно. Людям сложно свою зону комфорта покидать, ну, то есть какие-то свои устои менять. Ну, я думаю, те, кто нас сейчас смотрит, там, в интернете или еще где-то, многие сразу скажут, так, я живу в пятиэтажке, да, пусть она там плохонькая, плохонькая, но своя. Все помнят, когда была реновация в Москве, что, да, были граждане, которые говорили, нет, не нужна нам эта реновация, я тут на своих 17 аршинах сидел и сидеть буду. И в Иркутске, я думаю, многие скажут, ничего себе, я тут живу, значит, в центре города, а меня сейчас в Наволенина, на Баумана выселят, как раньше, там, за 101 километр, значит. Ну, и тоже. Что делать вот с этим? Может, в команды вам, ну, не знаю, социолога, пиарщика, в каких-нибудь еще можно, кроме экономистов, да. Я всегда про социологов как раз разговариваю, на той неделе организационно. Да, да, ну, давайте, я спросил себя, вот как убедить людей на самом деле? То есть, это же очень важный момент вот этой большой работы, о которой вы говорите. Я считаю, что люди-то, они и сами разумные, их не нужно убежать, нужно пояснить, им нужно разъяснить, в чем процесс. На сегодняшний день, да, когда началась в Москве реновация, когда они-то пошли шашечной атакой, было очень много волнений. Спустя два года дома, которые включены в площадки реновации, вторичка, имеют существенно большую стоимость, чем дома, которые стоят рядышком, но в реновацию не вошли. Потому что есть четкое понимание, что я забираю квартиру, которая вошла в программу реновации, и я получу другое жилье, которое будет дороже, чем то, которое у меня сегодня. Это первая часть. Вторая часть. Граждане же также понимают, что да, у меня дом печальный, а тут еще трясет, больше двухсот потрясений, уже начиная с января, да, измени, трясений, толчка, и граждане начинают думать. То есть, есть такая циничная формулировка по поводу пяти стадий принятия неизбежного, да, то есть, там, отрицание, гнев, там, уныние, торг, принятие, да, вот как бы, вот все, во всех стадиях человек проходит ровно так же. Так же это было в Москве соревноваться, граждане от отрицания потихоньку перешли к стадии торга. Все, и сейчас идет нормальный торг, нормальная согласительная процедура. Здесь социология нужна, и социология очень важна. Конечно, здесь Иркутску повезло, в том числе в Нархозе очень хорошая социологическая база, хорошая социологическая школа, в госуниверситете есть школа социологов, есть хорошие академические, то есть, если кто-то из студентов Нархоза захочет уйти в такую академическую науку, у нас в городе Иркутске один из трех по стране академических институтов географии. То есть, это же тоже, это же эконом-география, это же тоже такая специфика, это просто размещение сил. Это все требует, это требует пояснения, пояснения, пояснения. Нельзя сегодня, вот фонд капитального ремонта проводил обследование на тех домах, где все было совсем печально, как и следует по постановлению от 17-го года фонд капитального ремонта известил собственников, управляющие компании, муниципалитеты, Минжек и Ха. Эта информация дошла до собственников, начались такие мелкие локальные возмущения, бунты и так далее, что нас сносят, нас завтра снесут. Во-первых, чтобы снести их, нужно, чтобы был какой-то интересант, их такого нет. Во-вторых, нужны средства, средств этих нет. В-третьих, но они собственники, и они отвечают за это имущество. Нужно просто пояснять, пояснять гражданам, что это будет, как это будет, как это будет продолжаться. Вот, например, сегодня у города Иркутска появились земельные участки, какие-то в связи с уходом каких-то федеральных структур внутри города. Город Иркутск может, и, насколько я знаю, собирается зайти с этими площадками, чтобы на этих площадках построить некий маневренный фонд. На случай любых ЧУЭСов. ЧУЭСов нет. Потому что сегодня, так видимо, в городе Иркутске маневренного фонда нет. Если что, людей некуда размещать. То есть, есть бывшее общежитие летчиков Врадищева, есть двухэтажный домик Новоровского, и есть нефункционирующее общежитие ВВИУ, тот самый ледяной дом, про который много-много лет мы говорили. Да, да, да. Но земля в городе это имущество, и город может на месте этого жилья строить маневренный фонд для того, чтобы в том числе перемещать на временное размещение при замещении не сейсмостойкого жилья и так далее. Это просто совместное действие общества, прежде всего общества, социологии, науки, экономистов, пояснения всех, разъяснений. И прервем монолог Дениса Александровича. Просто он уже сказал, что мы недавно, уже два года прошло, квартал рассчитывали на партизанское, трелиссера, 9 домов хрущевых стоит, и вот мы как раз их предположим, правда, что они все аварийные, расселяли, там сносили. Ваш же вопрос, конечно, сразу первым вставал. Люди не захотят уезжать из этого примерно места. Что делать? То есть, планировали, что будем возвращать их обратно. Куда их на период стройки девать? Ну, странная, не работающая схема. С диванами, шкафами, собаками. то есть, странная, не работающая схема была выбрана экономически, ну, ладно, на студентов спишем, но они просчитывали два варианта, действительно, где-то что-то построить и туда их переселить, либо на полтора года стройки снимать им в аренду квартиры. Ну, за счет, я не знаю, застройщика, ну, в общем, за счет кого-то. И вот получилось дешевле и даже по затратам профинансировать их, ну, погрузку всего этого, их скарба, перевоз в какой-нибудь, анализировали, анализировали рынок квартир, порядка 60 нам нужно было квартир, нашли на рынке вторичном, в аренде эти 60 квартир, условно, расселили их туда, на полтора года поснимали, оплатили, построили дома, заселили их обратно. Вот такая схема, почему? Потому что, действительно, порыскав по округе, не увидели места для строительства маневренного дома сначала, вот нет. А вот как раз и в ВАИУ, которая сейчас появляется, как бы там люди не протестовали, хотя удивительно, вот они собрания разные проводили, общественное обсуждение, тема стройки там не звучала, там тема гаражей звучала, то есть все протестуют, гаражи будут сносить, еще чего-то, дорога там пойдет, а про строительство как-то и... У нас времени немного осталось, знаете, может спустаржить, просто в Москве, то, что вы говорили сейчас, это в Москве начиналась вся эта реновация, так называемая, 88-й год, 4 домика снесли, а потом, начиная с 90-го года, у них начались так называемые волновые сносы, вот то, что вы говорите, именно волновые, потому что они так внутри квартала начинают так, так-так-так-так, постепенно, по кварталу, волной, да. Вы знаете, мы так и просчитывали. Я, знаете, хочу подытожить наш разговор сегодняшний, я попрошу коротко ответить каждого из вас, каким вы видите Иркутск через 10 лет. Денис Александрович, вот вас хочу спросить сначала. Ну, прежде всего, молодым. То есть, здесь категорически не должно снижаться численность населения молодого, студенческого, образованного. То есть, в городе есть для этого все, и город сегодня находится в привилегированном отношении, по отношению ко всей области, да и к окружающим регионам. То есть, у нас хорошая научная база, у нас хорошая социальная инфраструктура, у нас есть, куда пойти, есть чем заняться. Есть событийный большой ряд, то, что молодежи интересны. Все. И поэтому город должен быть молодым, а для того, чтобы он был молодым, нужно, чтобы тот же самый жилой фонд не давил, чтобы, ну, скучно молодым жить вот в этих хрущевках, потому что они маленькие, неудобные, там даже канал связи пробросить проблемно. Нужно долбить и... Проводя опросы в Новоленина, мы когда работали с Новоленина, со студентами, проводили опросы и по возрасту тоже. Так вот, как раз молодые готовы менять и переезжать с Новоленина, а, допустим, уже пожилые люди, их в принципе устраивает проживание в этих хрущевках, в Новоленина и так далее. То есть, еще вот такой возрастной, он действительно сильно будет влиять на систему переезда. Через 10 лет, на ваш взгляд. Через 10 лет, перефразирую, через 15, потому что сейчас говорят о том, что планируется разрабатывать стратегию Иркутска до 2036 года. То бишь, через 15 лет про стройку, Денис Александрович сказал, я еще просто участвую в разных группах рабочих по благоустройству, по комфортной среде. То есть, я вижу, я знаю студентов, заставляю считать, вот чем наши интересны студенты. Мы считаем, как комфорт, комфортный город, комфорт проживания, озеленение, парковые истории, то есть, место, где можно отдыхать в городе, насколько оно делает привлекательным жизнь, привлекательным цену недвижимости, вот все вот это вот. То есть, я его бы хотел видеть именно комфортным, озелененным, заброшенные все эти наши парковые, типа, да все, во втором Иркутске, Комсомольске, все, что заброшено с советского времени у нас стоит вот этим бременем, пятнами разными, необустроенными. Я бы хотел видеть все обустроено, все комфортно. То есть, Иркутск, комфортный город. Большое спасибо Денис Воронов, руководитель общественной организации «Регенерация города» и Сергей Астафьев, директор проектного офиса Вайкальского государственного университета, были гостями программы «Знающие люди». Мы на этом заканчиваем, прощаемся и благодарим вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Всего доброго.